Кражи, грабежи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков. Ежегодно сочинские следователи органов внутренних дел расследуют около 5000 уголовных дел. Только тяжких за прошлый год полицейские раскрыли более тысячи. Из них порядка 60 совершенные организованными преступными группами. В Адлерском районе направлено в суд уголовное дело в отношении целой семьи, которая занималась закладками наркотиков на территории Адлерского города Сочи. Были установлены потребители, были установлены организаторы. Скрыта схема получения распространения наркотиков. Сейчас все задержанные находятся в изоляторе следственном и ждут справедливого приговора. Кроме того, следователи УВД задержали группу фальшивомонетчиков. Трое участников ОПГ уже заключены под стражу. 15 уголовных дел следователи направили в суд в отношении недобросовестных застройщиков. Одному уже вынесен приговор – 10 лет лишения свободы. За высокий профессионализм сочинским следователям в торжественной обстановке сегодня вручали благодарственные письма, знаки отличия от руководства курорта, городского собрания и УВД. Ну а поводом стало 55-летие со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД. Дату отмечают 6 апреля. Ваша принципиальная позиция, ваш профессионалист, он позволил в нашем городе иметь совершенно спокойную обстановку. При всем том, что количество жителей увеличивается, количество преступлений в городе уменьшается. И это заслуга сочинских полицейских. На страже закона и порядка в следственном подразделении УВД сегодня стоит 122 человека. Работа достаточно интересная, очень развивающая во всех сферах деятельности, как в рамках правового поля. Следователь должен иметь познание не узко в сфере уголовного процесса, но и в каждой сфере, по какой линии он расследует уголовное дело. Новое время ставит перед следователями новые задачи. Преступники придумывают новые схемы, используют высокие технологии, интернет. Поэтому все современные достижения и разработки следователи внедряют и в свою профессиональную деятельность, чтобы всегда быть на страже закона.